Здравствуйте! В эфире новости Смоленской атомной электростанции в студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной станции на прошлой неделе. Смотрите сегодня выпуски. Власти и общественность поддерживают природоохранные инициативы Смоленской АЭС. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции Александр Васильев сообщил о работе атомных станций России. По концерну в работе находится 33 энергоблока с суммарной мощностью 25 280 мегаватт. Выработка составляет на сегодня 9 миллиардов 798 миллионов киловатт-часов. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе находятся энергоблоки номер 1 и 3 с электрической мощностью 2112 мегаватт. Энергоблок номер 2 выведен в ремонт. Существенных замечаний по работающим основному оборудованию нет. О работах по расширению действующего полигона промышленных отходов доложил заместитель директора по капитальному строительству. Общественные слушания, согласно законодательству, проходят в Рославле, на чьей земле находится этот полигон. Те, кто выступал, единогласно высказались за необходимое строительство этого объекта. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС является характерным примером высшей меры экологичности и заботы об окружающей среде. Об этом заявил депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Туров, отвечая на вопросы журналистов 14 января. В этот день в Рославле состоялись общественные обсуждения, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, расширения действующего полигона промышленных отходов. Наши атомные пространства, конечно, это ключевое предприятие нашего региона. Это те мощности, которые генерирует станция не только для нашего региона, но и для страны. Это, конечно, важное предприятие, которое наполняет бюджет региона. Это образующее предприятие Десногорска. Специалисты проектной организации «Атомные энергетики, науки, медицины, экологии» представили общественности подробные характеристики планируемого объекта сооружения. Он будет расположен в 4 километрах от Десногорска и распланирован в увязке с сооружениями действующего полигона с учетом особенностей рельефа, наличия транспортных и инженерных коммуникаций. Проект дополнительных карт специально оборудованных траншей предусматривает несколько барьеров физической и биологической защиты почвы, водной среды и атмосферного воздуха. На полигон будут поступать только нерадиоактивные промышленные отходы, образующиеся от производственной деятельности предприятия. Они будут размещаться при постоянном мониторинге природных сред под контролем собственных и независимых экологов, надзорных органов. По словам директора Смоленской АЭС Александра Васильева, обсуждаемый проект необходим для сохранения здоровой экологической обстановки и реализации долгосрочных планов развития предприятия с учетом продления сроков эксплуатации энергоблоков. Поэтому было принято решение на базе того тосполигона, который есть, выделить еще дополнительные тосполигона, обустроить их с точки зрения экологии, для того, чтобы можно было нормальным образом обращаться с нерадиоактивными отходами. В общественных обсуждениях, организованных администрацией Россовского района при содействии концерна «Росэнергоатом», приняли участие около 500 человек. Представители власти, надзорных органов, общественных и независимых экологических организаций, специалисты центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС, Атомэнергострой проекта, Средства массовой информации и жители региона. Свои мнения по материалам общественных обсуждений и проекту полигона высказали все желающие. Большинство участников поддержали инициативу станции о совершенствовании природоохранной инфраструктуры, признав ее актуальной и достойной уважения. С проектной документацией можно ознакомиться в Центральной библиотеке Рославля, здании администрации Рославского района и на ее официальном сайте www.roslav.ru до 15 февраля 2016 года. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.